Всем привет! Вы на канале Готовим с Оксаной Пашко. Сегодня приготовим творожную запеканку в духовке. Это очень удачный рецепт, по которому запеканка получается всегда. Особенный вкус запеканке придают сухофрукты. Готовится она очень просто. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Берем 50 г манной крупы и наливаем в нее 120 мл молока. Перемешиваем и оставляем набухать на 10-15 минут. Для запеканки нам понадобятся сухофрукты. Я взяла по 50 г кураги, чернослива, изюма и клюквы. Все сухофрукты моем и заливаем кипятком и оставляем на 10 минут. В большую миску кладем 600 г творога. Разбиваем 2 яйца. Насыпаем 100 г сахара и выливаем набухшую манку с молоком. Все взбиваем погруженным блендером до однородной массы. Также творог можно перетереть через сито или измельчить в измельчителе. Я использую 9% творог. Сухофрукты уже настоялись. Сливаем с них воду. Курагу и чернослив нарезаем небольшими кусочками. В творожную массу выкладываем подготовленную клюкву, изюм, курагу и чернослив. Все перемешиваем. Форму для выпечки смазываем сливочным маслом. Размер моей формы 16 на 23 сантиметра. Все перекладываем в форму. Тесто аккуратно разравниваем. Также у меня на канале есть и другие рецепты разных вкусных творожных запеканок. Смотрите их в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Запекаем приблизительно 35 минут. Готовую запеканку достаем из духовки и даем ей остыть. Остывшую запеканку нарезаем порционными кусочками и подаем на стол. Творожная запеканка в духовке получилась ароматной и вкусной. Особый вкус ей придают сухофрукты. Готовится она несложно и достаточно быстро. Она отлично подходит для приготовления на каждый день. Теперь приготовим итальянское печенье софиони. Это очень нежное и красивое пирожное, которое готовится из самых обычных продуктов. Подписывайтесь на мой канал и узнавайте еще больше вкусных и простых рецептов. Сначала замесим тесто. В миску разбиваем 2 яйца. Насыпаем 80 г сахара и щепотку соли. Яйца с сахаром взбиваем миксером до плотной пены и полного растворения сахара. Во взбитые яйца наливаем 50 г растительного масла без запаха. Немного перемешиваем. Сюда же добавляем примерно 280 г муки в 2-3 подхода. Сначала тесто перемешиваем миксером, а затем руками. Тесто должно получиться пластичным и однородным. Готовое тесто собираем в комок и заматываем в пищевую пленку. Кладем в холодильник примерно на 1 час. Готовим начинку для пирожных. В миску кладем 300 г творога. Два яйца разделяем на желток и белок. Белки выливаем в чистую сухую миску, а желтки добавляем к творогу. В белки не должны попасть желтки. Творог с желтками взбиваем погружным блендером до гладкого однородного состояния. В белки добавляем щепотку соли и начинаем взбивать миксером. Сюда же постепенно добавляем 70 г сахара и 8 г ванильного сахара. В оригинальном рецепте вместо ванильного сахара используется цедра лимона. Белки с сахаром взбиваем около 5 минут до плотной и устойчивой пены. Часть взбитых белков добавляем в творожную массу и перемешиваем. Затем добавляем оставшуюся часть белков и опять перемешиваем. Перемешивать нужно недолго и аккуратно, чтобы масса осталась легкой и воздушной. Тесто остыло. Вынимаем его из холодильника и раскатываем в тонкий прямоугольный пласт. Раскатанное тесто разрезаем на квадраты размером 11 на 11 сантиметров. Из этого количества теста у меня получилось 12 квадратов. Форму для кексов смазываем растительным или сливочным маслом. В подготовленные формочки кладем по одному квадратику теста, уголки оставляем сверху. Еще больше разной выпечки с творогом смотрите в моем плейлисте по ссылке на экране или в описании под видео. В каждую формочку с тестом аккуратно кладем примерно по 1 столовой ложке приготовленной творожной начинки. Сверху уголки из теста заворачиваем внутрь на начинку. Закреплять кончики не нужно. Все ставим в духовку разогретую до 180 градусов. Выпекаем 30 минут. Спустя 30 минут уменьшаем температуру до 160 градусов и печем еще 10 минут. Готовым пирожным даем немного остыть и вынимаем из формочек. Остывшие пирожные посыпаем сахарной пудрой. Пирожные с офиони получились очень вкусными и необычными. В нем отлично сочетается небольшое количество теста и нежная творожная начинка, которая так и манит к себе, приглашая попробовать. Третьими приготовим рулетики с творогом и изюмом. Это очень простой и невероятно вкусный рецепт быстрой выпечки. Такие рулеты вас выручат, когда нет много времени на готовку. Сначала приготовим начинку. 400 грамм творога высыпаем в миску. Творог лучше использовать сухой. Сюда же добавляем 100 грамм сахара, 8 грамм ванильного сахара, 3 столовых ложки сметаны и 1 яйцо. Все перемешиваем. Если творог, как и у меня, крупнозернистый, то его желательно измельчить. Я это делаю с помощью погружного блендера. 100 грамм изюма моем и заливаем кипятком на 5 минут. К уже готовой творожной массе добавляем подготовленный изюм. Все перемешиваем. Лист готового слоеного безрожживого теста немного раскатываем. Нам понадобится 2 листа теста весом по 250 грамм. На раскатанное тесто кладем половину начинки и равномерно ее распределяем. Тесто с начинкой сворачиваем в рулет. Точно так же делаем второй рулет. Приготовленные рулеты разрезаем на небольшие рулетики. Рулетики перекладываем на противень, застеленный пергаментной бумагой. В отдельной мисочке взбиваем вилкой 1 яйцо. Рулетики смазываем взбитым яйцом. И посыпаем сверху маком. Ставим в разогретую духовку до 200 градусов. Выпекаем приблизительно 30 минут. Рулетики из слоеного теста с творогом и изюмом получились нежными, аппетитными и очень вкусными. Обязательно их приготовьте, тем более готовятся они быстро и очень просто. Продолжение следует...